МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 октября состоялось очередное заседание Парламента Республики Западной Армении. На состоявшемся в Ереване заседании присутствовали президент Западной Армении Арманак Абрамян, премьер-министр Седа Меликян, 7 депутатов, 13 отсутствовали. Отчасти их отсутствие было обусловлено Арцахской войной. В ходе заседания были обсуждены ряд вопросов, касающихся Арцаха, включая организационные и уставные вопросы. Господин Абрамян выступил с речью и ответил на вопросы депутатов, которые в основном касались именно Арцахской войны и ее разрешения. Президент также добавил, что парламент разослал во все парламенты пресс-релиз о текущей ситуации в Арцахской войне. Заседание парламента длилось 1 час 45 минут. Решение проводить заседание Национального собрания каждый четверг было постановлено. В случае необходимости будет созвано внеочередное заседание. Авторитетная уругвайская газета «Эль-Обсерватор» сослалась на недавно размещенный на нашем сайте призыв спикера Национального собрания Западной Армении Леонардо Басмаджана к международным медиаплатформам. Газета полностью опубликовала выступление господина Басмаджана, в котором он осудил Азербайджану турецкую агрессию против Арцаха. Газета издается в Уругвай и имеет большую аудиторию в Латинской Америке и других испаноязычных странах. Активисты-талыши, проживающие в Азербайджане, выразили обеспокоенность по поводу скоординированных усилий правительства Азербайджана по отправке талышей на фронт из-за эскалации напряженности в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Они распространили объявление, которое было опубликовано на странице Талышстан в социальной сети Facebook. Как сообщает Армен Пресс, талышские активисты отметили, что защищая дружбу и братство между народами Кавказа, они уважают международные нормы, которые касаются права народов распоряжаться своей судьбой. У этого конфликта нет военного решения, поскольку он приведет только к проблемам для будущих поколений. Мы крайне обеспокоены действиями власти Азербайджана по отправке талышей на поле боя, попытками посеять ненависть среди талышей и армян. Большинство талышей недовольны такой ситуацией. С одной стороны, правительство Азербайджана подавляет свободу слова за пределами страны, а с другой стороны, те, кто имеет тесные связи с властью, используют его для демонстрации ненависти к армянам среди талышей. Мы призываем правительству Азербайджана окончательно положить конец своей политике сеяния ненависти среди талышей. Мы призываем Толушей не использовать язык вражды. Призываем их воздерживаться от участия в столкновениях. В нашей истории мы никогда не были противниками какого-либо народа. Мы продолжим этот путь, заявили они в своем заявлении. Депутат парламента Западной Армении, кавалер боевого креста, лидер партии «Единая Армения» в Арцахе Ваан Бадасян был ранен на поле боя. Бадасян находился на передовой с первого дня войны, развязанной Азербайджаном. По словам родственников Бадасяна, он получил травму головы. Ему сделали операцию в Горисе. Состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ваан Бадасян был прооперирован и переведен в Ереван. Желаем скорейшего выздоровления господину Бадасяну. Заявление службы госбезопасности Азербайджана о том, что Армения использует в боях на линии соприкосновения в Карабахе наемников из Ирана и Сирии, не соответствует действительности, сказал РИИ Новости представитель Сирийской Курдской партии Демократического союза Абдусалим Али. Ранее служба госбезопасности Азербайджана заявила, что перехватила переговоры наемников, участвующих в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе. По данным ведомства, Армения использует в боях наемников из Ирака и Сирии. По его словам Турции, было бы выгодно продвигать ее привлечение наемников с тем, чтобы Анкара смогла оправдать свои вмешательства на стране Азербайджана. Озеро Акгел в провинции Ван Западной Армении, которое было домом для многих видов птиц, полностью высохло и превратилось в пустыню. С высыханием Акгелу жизнедеятельность животных на ближайших территориях и болотах прекратилась. Площадь, расположенного на высоте 2343 метров над уровнем моря, составляет 407 гектаров. Озеро считалось местом обитания многих видов диких птиц, особенно фламинго. Соучредитель рок-группы Генезис Питер Габриэл рассказал о событиях, разворачивающихся на границе с Арцахом. В своем сообщении в Фейсбуке он рассказал, как познакомился с Арменией и ее культурой, полюбил теплоту и щедрость людей. Армения подарила мне магическую силу дудука, наверное, самого эмоционального инструмента в мире. Мне очень понравилось тепло и щедрость людей, музыка и культура, еда и позитивное настроение повсюду. Когда я был там, меня сопровождали в Цицернака Берт, мемориалы, построенные в память о полутора миллионах армян, которые были убиты турецким правительством, отметил Габриэл. Музыкант призвал политиков и общественных деятелей Брюссель, НАТО и ООН вмешаться, чтобы положить конец войне, пока мы не потеряем больше жизней. На сегодня на всем. Далее мы представим вашему вниманию Сагак Сагакян и Миэль Ларэньк. Сагака Сагак Сагак Сагага Субтитры создавал DimaTorzok